Остановка стопы. Стопы у нас стоят на ширине бёдер. Ну, примерно расстояние кулака между вашими стопами внизу. Ощущение должно быть так, что вы нажимаете все стопы на землю. Если такого ощущения нет, то вам нужно чуть-чуть развернуть стопы вовнутрь. Выталкиваем коленочки назад. Зажимаем ягодицы. Ниже живота уходит вперёд. Грудью тянемся вверх. Руки через стороны, плавно вверх. И продолжаем тянуть. Ягодицы зажаты. Ноги напряжены. Вес по стопе перешёл ближе к пальцам ног. За грудь всё время вытягиваемся вверх. У нас есть прогиб, но не внимательно. Возвращаемся на всю стопу. Ладошки складываем вместе. Стопы разворачиваем пяточки по направлению друг к дружке. Делаем маленький шаг. Нога за ногу. Маленький шаг. И начинаем скручиваться. Одновременно скидываем ноги коленочки. Одна коленка заходит за вторую. И опускаемся. Расслабляем ноги. Медленно поднимаемся вверх. Раскручиваемся. Возвращаем ножки. Вытягиваемся вверх. И без паузы переходим на скручивание во вторую сторону. Сложили ладошки. Пяточка к пяточке. Маленький шаг назад за ногу. И медленно опускаемся. Каленка уходит под коленочку. Стопа задней ноги у нас оторваны. Передняя принимает на себя вес. Старайтесь выпрямить спину, натянув груз вверх. И опять плавно возвращаемся. Медленно, спокойно. Никогда не торопитесь. Снова вытягиваемся вверх. Столбы смотрят точно вперед. Они параллельны. Ширину вспомнили. Ягодицы зажаты. Вес на стопе ближе к пальцам. За грудь тянемся вверх. И мы делаем поклоны вперед. Из этого же положения. Шаг ножкой назад. Маленький шажок. Ножка за ножку. Здесь у нас сгибается только задняя нога. Передняя нога. И наклоны ложится на заднюю. Как мягенькую подушечку попадаем. И вытягиваемся вперед. Горизонт сентября. Все время тянитесь копчиком назад. У вас руки такие же тяжелые, как и ваш копчик. Вверх голову не поднимаем. И смотрим вперед. Возвращаем ноги вверх. Возвращаемся сами. Проверим, что мы станем устойчиво. Меняем ноги. Это маленький-маленький шаг назад. И заднюю ножку мы сгибаем. Передняя остается прямой. Потянулись. Передняя нога должна упираться задним. Поэтому если это не произошло, немножко докрутитесь. Копчик все время тянет вас назад. Поднимаемся вверх. Вытянулись. Ножки. И из этого положения мы плавно опускаемся вниз. Опускаемся мы через стульчик. В закопчик начинаем тянуть себя назад. Ножки сгибаем одновременно. И почувствовали. Копчик продолжается натих вниз. Ручки продолжаются натих вверх. Здесь стопы могут быть вместе. Могут чуть шире. Не дайте воздушность коленчика. Не дайте друг на дружку. Вам будет проще держаться в этой позиции. Продолжаем движение вниз. Неверно опускаемся. Опустившись, захватываем наши игры. Голову тянем к коленочкам. И мелько выпрямим ноги. Стопы вместе не ставьте. Вот в каком положении вы опустились, на такой ширине ваши стопы остаются. Иначе вы можете просто посередине равновесия. Руки ставим на пол. Одна ножка остается рядом с нами. Второй ногу выделим. Батюши шаг назад. Руки у нас оказываются внутри. Поставьте удобные ножки на коврике. У вас всегда на эти есть время. Как правило, оформляя нога передняя, ставьте на край коврика. Ваши руки будут стоять на ширине вашей груды. Стопу передней ноги мы разворачиваем в сторону. Еще чуть-чуть развернули в сторону. Представьте себе, что вы зацепились чем-то за что-то задней ножкой. И это нечто пытаетесь сдвинуть. Тянемся грудью вперед-вверх. У нас красиво прогибается, вытягивается со стороны передней ноги. У нас смелее двигаемся вперед, потому что у нас раскрытое бедро, оно вас не сдерживает. Коллега задней, ноги, может быть, еще низко к полу. Не обязательно она будет прямой. Из этого положения мы поднимаемся. Нам нужно выпрямить обе ноги. Поднимаемся в уголочек. И растягиваем переднюю ногу. Нет, 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 нет. Переднюю ногу. Значит, здесь может быть неудобная ширина. Ноги можно сказать шире, чем вам комфортно. Поэтому заднюю ножку, если там можете приставить ближе. Найдите то положение, в котором вам стоять удобно. Если вы не достаете до пола, вы можете доставать до пола одной рукой, второй опираться на свою ногу. Или одними руками опираться на свою ногу. Ниже колена, выше колена. Ничего страшного, если ваша ножка останется слегка с собой. И мы, если в данный момент, ваша растяжка вы не длили козлогу. Из этого положения мы делаем развороты. Начинаются развороты вовнутрь. Ваша рука передняя стоит на одной линии с вашей ногой. Сворачиваемся сначала в области бедер. Старайтесь все время животом прижаться к ноге. Тянитесь точно вверх. Чем сильнее вы прижимаете к животу, тем самым стопенем на пол своего положения. Меняем стороны. Здесь мы стараемся прижаться руку от нашей передней ноги и вывести плечо на одну линию с коленкой. Задняя ножка у нас разворачивается. Тянитесь точно вверх. Когда вы занимаетесь на природе, пожалуйста, сразу голову вверх не поднимайте. Там небо. Вы будете терять равновесие. Лучше смотреть на землю. Возвращаем ручку вниз. В задней ноге улучшаем вперед. И меняем ножку. Воронки остаются внутри. Передняя нога на внешнем кровополе. Согнутая нога на внешнем крови. Разворачиваем стопу наружу, чтобы не ограничило движение бедря. И плавненько вытягиваемся за грудью вперед. Вперед-вверх. Тянем, 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 тянем. Если у вас остается задняя ножка, вы всегда можете опустить ее на пол. И продолжить свой вытяженный вперед. Стопу наружу. Вытягиваем переднюю ножку, поднимаемся на головочек. Опять, помните про расстояние между ног. Всегда мы находим то расстояние, которое нам комфортно. Старайтесь, чтобы обе стопы смотрели в одном направлении и не были на одной руке. Там у нас стопы продолжают стоять параллельно. Делаем развороты, начиная с внутренней стороны. Опять, сначала скручивание. Смотрим в пол сначала. Проверили носопорная рука, стоит нам нужно на ширине. Мы прижимаемся все время к своей налижемотоку. Чем больше мы скручиваем в этом месте, тем стабильнее вы стоите в этой позиции. И в другую сторону. Никуда не спешим. Здесь ручка стоит у нас с внутренней стороны, но если нам комфортно ставить снаружи или поверхности, то тоже всегда можно использовать. Рука стоит, как правило, на одной линии с плечом. И здесь мы стараемся плечо вывести на дне линии с коленочкой. То есть мы прижимаемся к налибру. Возвращаем верхнюю ручку вниз. Делаем шаг назад передней ногой на основную проволочку. На какую ширину вы ставите руки, на какую же ширину ставьте свои ноги. Воспользуйтесь тем временем, чтобы размер ноги, руки. Ноги у нас здесь находятся в расслабленном положении на самом деле. У нас слегка напряжены только наши колени. Стопа, как пружиночка, она абсолютно расслаблена. Может подниматься, опускаться, вас не сдерживает. Но вот с руками другая, мы руками все время отталкиваемся назад. Они все время двигают нас в одном и том же направлении. Удерживаем это напряжение и одну ножку поднимаем вверх. Медленно, спокойно. Представьте, что вы ногой хотите до чего-то дотянуться. Если вам мало, вы можете развернуть еще и бедро, натянув аккуратненько свою столбу. Этой ногой мы возвращаемся вниз и делаем шаг вперед. Мы как бы сверху ложимся попусами. Свою ножку скручиваемся. И скрутились за ножку. Здесь опять, чем сильнее вы скрутились, тем удобнее для вас будет поза. Если сложно выполнять, если у вас устало заднее, тогда вы можете опустить коленку на пол. Из этой же позиции мы уходим на вторую сторону. Точно так же у нас ладошка становится на одну линию с нашей постопой. И внешняя рука возок вверх. Коленочка вам давит плечо. Плечо слегка сопротивляется. То есть скручивание в боку и напряжение в месте коленочки дает вам равновесие. И как к предыдущему остатку на заднем мы с разными руками. Возвращаем руку вниз. Уходим в уголочек. Опять мы пользуемся этой позиции потому, что бросали наши ноги, спину. И вывозим вторую дышку вверх. Тянемся ногой просто куда-то в пространство. Что-то хотим достать. Этой же ногой делаем шаг вперед. И готовимся к скручиванию. У вас всегда есть время на то, чтобы удобно и комфортно устроиться. Скручиваем с ним за ножку. Если у вас устави сзади на лаве, вы можете опустить ее коленкой на лаве. И во вторую сторону. Ладошку ставим на одной линии со стопой. Можно ближе, близко, могу чуть дальше от нее. Задняя стопа у нас разворачивается на пол для большего равновесия. И коленка толкает плечом. Плечо сопротивляется. Второй ручкой тянемся лево. Опять, когда вы работаете на открытом воздухе, первый взгляд к нему может сбить ваше равновесие. Поэтому смотрите на землю или в горизонте. И только потом потихонечку вы можете посмотреть вверх. Опускаем ручку. Возвращаемся в уголочек. Потянулись, просматриваясь. Плавно опускаемся на четверинки. Колени в пол, руки прямые. Опять, мы смотрим, как мы поставили руки. Также мы на той же ширине ставим свои коленки. Есть. Одну руку вытягиваем вперед в горизонт. Назад вытягиваем противоположную еду. Здесь уже стопа у нас натянута. Мы не стараемся прогибаться. Мы стараемся просто почувствовать, что с какой силы пятка тянет вас назад, с такой же силы ладони, пальчики тянут вас вперед. Меняем сторону. Вот пяткой тянемся назад. Пяточкой. Иначе напровоцируем против спинки. И ручкой тянемся вперед. Вот красивая, ровная линия. Возвращаемся. Переход в позу в восемь точек. Где-то, как называете, девять точек. Мы опускаем и рот на пол. Расставляем спинки. Ширина коленда состала такая же. Это позволяет не сильно напрягать нашу близниче. Можем вытянуть руки вперед по полу. Можем остаться в этом же положении. Мы переходим в обру. Но сначала мы выпрямляем руки, переходя вперед. Мы выпрямляем руки. Потянемся вперед с всем корпусом, чтобы почувствовать, как ноги тянут нас назад. А потом начнем сгибать локоть до момента, когда вы опустили живот. И хорошо чувствуете прогиб спины и растяжение всей поверхности вашего живота. Так же, как мы опускаемся в эту позу, мы возвращаемся, опустеясь грузию на пол. Начинаем тянуться локтями к полу. Попчик принимается вверх. Мы так же перетягиваем себя на пятки. Даем себя отдохнуть. Почувствуйте, что тяжесть локтя попчика тянет вашу спину вниз. Тяжесть плеч и шеи тянут вашу спину вниз. Очень аккуратно, круглыми спинами мы будем садиться. Движение начинается с копчика. Мы начинаем опускать копчик вниз, у нас напрягается живот. Тут же обрубляется поясница, и мы волной плавно садимся на пятки. У нас колени вместе, стопы вместе, и мы съезжаем с пятки к нам. Мы будем отворачиваться от своих пяток. То есть увеличивать разворот в противоположную сторону. Одну ручку сразу поставьте на пол, это ваша опора, вторую отталкиваетесь от противоположной коленочки. Колени могут расходиться чуть шире, отталкиваем Это непринципиально. Снехать спяточек полностью. Возвращаемся. Переставляем руки на вторую сторону, аккуратно перетекаем на вторую сторону. Точно так же ручку себе за спинью. Вторая рука отталкивает нас от ноги. Слишком сильно шея не напрягается. Возвращаемся на ягодички. Перенесли вес на ягодицы, у вас освободилось внешнее нога. развернули ножку перед собой. В этом положении мы собираем те силы, которые наработают для себя во время занятия. Плавно руки через стороны вверх. Представлю, что все, что вы наработали сейчас большим шаром вокруг вас и вы собираете этот шар. Сплетаем пальчики, замыкаем рук. И всю силу внутрь себя к своей внутренней мудрости. Глубокий длинный вдох и длинный расслабленный вдох. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok